Привет, друзья, на связи МК. Сколько сейчас хороших компьютерных игр. Можно погрузиться в другой мир, слегка от всего этого отвлечься. Но внезапно наступившая эра NextGen легко превращает народную GTX 1060 в затычку, не способную тянуть современные игры. Кто-то скажет, всегда можно купить новую видеокарту. 3050 сейчас стоит 20 тысяч. Но с другой стороны, 20 тысяч это 20 тысяч. Их можно потратить на зимнюю резину, годовой абонемент в спортзал, на новый год в конце концов. В общем, каждый найдет применение этим деньгам. А страдать с мыльной картинкой в 720p желания нет. Сегодня я вам расскажу про продвинутые технологии масштабирования, которые позволят бустануть производительность вашей карточки при несильной потере качества изображения. На связи МК, давайте заставим вашу видеокарту запускать все игры. Поехали! Вот вы жалуетесь на разработчиков за плохую оптимизацию и высокие системные требования. А знаете что? А не пойти бы вам и не попробовать самим. И у вас есть отличная возможность узнать, как создается контент для игр совершенно бесплатно. У онлайн-школы Nover School есть отличный курс для будущих 3D-художников. За 4 часа вам расскажут, как работает блендер, и вы сами создадите свою первую 3D-модель топора, начиная от блокинга и заканчивая детализацией и визуализацией. Посмотрите на работу учеников школы, прошедших этот бесплатный курс. А все потому, что вам по пунктам объяснят, что и как работает кураторы школы, и помогут, если что-то будет непонятно. От вас нужно лишь желание и компьютер с доступом в интернет. И если после создания топора вы решите развиваться в 3D дальше, вы сможете продолжить обучение на продвинутых курсах. Хотите попасть в геймдев или просто научиться моделировать, начните с бесплатного курса. Оставить заявку можно по ссылочке в описании. Места там ограничены, чтобы кураторы могли выделять достаточное время каждому ученику, поэтому не тяните. После просмотра переходите в описание и создайте свою первую 3D-модель. И начнем с технологии AMD Fidelity Super Resolution первой версии, или же просто FSR 1.0. В чем ее плюс? В ее основе лежит старый добрый фильтр постобработки Lansosha, который уже больше 10 лет используется для масштабирования фотографий и видео. Но все равно нужно сказать спасибо AMD за популяризацию этого метода. Главное, он работает буквально на чем угодно. И хотя AMD официально говорит, что поддерживаются только GTX 10 и RX 400 и новее серий, на практике запустить его можно даже на старой интегрированной графике Intel. Однако в этом заключается его главный минус. Так как FSR работает на чем угодно, он не может быть сложным. Это просто постфильтр, который и по собственным правилам пытается поднять резкость и четкость картинки, никак не используя машинное обучение или предыдущие кадры. Как итог, разница между нативом и FSR достаточно сильна. Но все же это куда лучше, чем просто выставить в настройках игры пониженное разрешение. Второй минус. В отличие от нативной поддержки FSR в игре, когда разрешение интерфейса остается полноценным, здесь он тоже будет масштабироваться из более низкого, то есть тексты и значки станут слегка размытыми. Официально поддержку FSR имеет уже полсотни игр. Но что делать, если в Ведьмак поиграть хочется, а GT 1010 упорно сопротивляется? Что ж, именно для таких случаев были разработаны несколько утилит, которые позволяют использовать эту технологию масштабирования в любой игре под Windows 10 и 11. Популярных программ две. Это Last S-Scaling и MagPie. Но первая платная и недоступна в российском Steam, а вот вторая создана добрым китайцем, который выкладывает и обновляет ее абсолютно бесплатно. Ей воспользуемся. Работать с программой максимально просто. Запускаем, выбираем метод FSR, захват WinRT и по желанию меняем хоткей клавиши. После этого открываем нужную игру, выставляем в ней оконный режим и пониженное разрешение, например HD вместо Full HD. Теперь остается только нажать нужный хоткей и вуаля, игра растянется на полный экран с применением FSR. Остается только радоваться ощутимой прибавки FPS при слегка мыльной картинке. Хорошо, FSR первой версии неплох, но все же ощутимо проигрывает умному DLSS. В мае AMD выкатила FSR второй версии. Основное изменение? Теперь используется временное масштабирование, иными словами, данные из предыдущих кадров. Это позволяет лучше отслеживать движение и убрать рябь по краям объектов, попутно увеличив четкость картинки. AMD заявляет, что по сути FSR 2.0 это open-source аналог DLSS, и если в игре уже есть технология масштабирования от Nvidia, то добавить Super Resolution можно буквально за пару дней, так как самое важное, расчет векторов движения, уже есть. Поэтому неудивительно, что сторонние софтописатели быстро смекнули, раз разработчик может добавить в игру с DLSS технологию FSR 2.0 в пару кликов, то почему бы не сделать это самому? Так и родилась программа DLSS Unlocker. Работать с ней все так же просто. Качаем по ссылке в описании, разархивируем в папку игры с поддержкой DLSS 2.0, запускаем файл модификации реестра, соглашаемся на изменения и все. Можно запускать Cyberpunk на 1060 и удивлять всех активной опцией DLSS, которая будет работать как FSR. Плюс данного метода очевиден. Super Resolution второй версии работает гораздо лучше первой, хотя и несколько проигрывает DLSS 2.0. С учетом того, что технология NVIDIA как раз и присутствует в последних тяжелых играх, эта утилита просто подарок под пальму владельцам не самых новых видеокарт, позволяя на флагманах прошлых лет комфортно играть с приятной картинкой. Но и минус тут очевиден. В играх без DLSS метод не сработает. Придется довольствоваться FSR 1.0. Ну что ж, выше мы разобрали способы масштабирования, которые работают на любых видеокартах, но требуют использования сторонних утилит. Теперь поговорим про технологии, работающие только на определенных картах, и начнем с NVIDIA Image Scaling или NIS. По сути, это практически полный аналог FSR, но включающийся прямо в настройках драйвера NVIDIA или GeForce Experience. Работает на драйвере 496 или новее. Также требуется видеокарта как минимум на архитектуре Maxwell, то есть GTX 750, 750 Ti, GTX 900 серии и новее. Включается она просто. Заходим в панель управления NVIDIA, переходим в управление параметрами 3D, и в глобальных настройках играемся с ползунком в пункте масштабирования изображения. Можно настраивать резкость прямо в игре, при нажатии Alt плюс F3, если включен оверлей NVIDIA. Как я уже говорил, по качеству эта технология схожа с FSR, но в случае с видеокартами NVIDIA ее проще запустить и можно тоньше настроить. Минус тут по сути только один. До сих пор популярные видеокарты 600 и 700 серии, которым эта функция нужнее всего, не поддерживаются. Для них придется использовать сторонний FSR. Тем же способом пошла и AMD. Если технология FSR доступна всем и активируется в настройках игры, то в драйвере для красных видеокарт есть опция Radeon Super Resolution. Работает она аналогичный FSR, но, разумеется, ограничений тут больше. Только видеокарты Radeon RX 5000 и новее, а также драйвер Adrenaline Edition 22.3.1 и новее. Так что плюс тут только один. Владельцам свежих красных видеокарт не нужен дополнительный софт, чтобы активировать FSR в любой игре. Включить функцию RSR просто. Достаточно зайти в настройки Adrenaline на вкладку графика, после чего активировать соответствующий пункт. Теперь достаточно в игре выставить разрешение ниже родного для монитора, и RSR начнет работать. Минус у этого метода только один. Работает он лишь на свежих картах AMD. Хорошо, что делать, если FPS'ов мало, а играть хочется, мы разобрали. Но бывают и обратные ситуации. Какая-нибудь RTX 3060, Full HD монитор, полторы сотни кадров в секунду в какой-нибудь старой игре, которая при этом не блещет графикой, да еще и CPU на 100% вообще не грузится. Можно ли каким-то образом обменять лишнюю производительность на повышение качества картинки? Разумеется, на помощь приходят виртуальные разрешения. Идея тут проста. По сути, так работает сглаживание SSAA. Видеокарта рендерит картинку в повышенном разрешении, после чего выводится она в родном для монитора, а избыточная информация в каждом пикселе уходит в улучшение графики и уменьшение лесенок. По сути, это аналог масштаба больше 100% в поддерживаемых играх. Однако, ее можно включить, опять же, для любого проекта. У Nvidia виртуальное разрешение называется DSR, и находится эта фича в панели управления на вкладке «Управление параметрами 3D». После установки галочек с повышенными разрешениями, они появляются и в игре. Какие минусы? Во-первых, огромное падение производительности. Так что использовать его стоит или на топовых картах, или в старых играх. Во-вторых, далеко не все проекты умеют корректно масштабировать интерфейс, то есть все может стать слишком мелким. Но в любом случае, обычно на масштабе в 125-150% серьезных проблем с этим нет, а вот картинка становится ощутимо четче. У AMD эта технология называется виртуальное сверхвысокое разрешение, и включается в настройках «Адреналин» на вкладке «Дисплей». После этого аналогично в играх появляется возможность установки более высокого разрешения, чем родное для монитора. Ну и под конец, эксклюзивная фича для владельцев RTX видеокарт, которые имеют тензорные ядра. Идея тут в том, что можно использовать DSR не в лоб, что затратно по ресурсам, а дополнительно включить ИИ-алгоритмы по восстановлению изображения из умного сглаживания DLSS. Это позволяет использовать меньшее виртуальное разрешение для получения того же качества картинки. Сама NVIDIA говорит о росте производительности вдвое. При этом работает технология в любой игре, даже если в ней нет поддержки DLSS. Но, увы, в данном случае без RTX видеокарты никуда. Включается DLDSR там же, где и DSR. В панели NVIDIA в управлении параметрами 3D. И тут, возможно, кто-то вспомнит про масштабирование изображения от Intel под названием XESS, которое работает и на видеокартах NVIDIA и AMD, пусть и менее эффективно, чем на решениях Intel. Можно ли его прикрутить к любой игре, как FSR? Увы, на данный момент скорее нет, чем да. Технология FSR от AMD открыта и доступна всем желающим. В случае с XESS, компания Intel просит разработчиков игр связаться с ней напрямую, чтобы получить доступ к исходникам. Вполне возможно, что рано или поздно они утекут в сеть и будет написана программа для активации этого масштабирования в любом проекте. Но пока этого нет. XESS или SESS присутствует лишь в паре десятков одобренных Intel играх. С релизом DLSS NVIDIA открыла ящик Пандоры, куда достаточно быстро залезла AMD и сделала всем доступную технологию FSR, за что и отдельное спасибо. С учетом того, что игры становятся все тяжелее, а 4К разрешение уже не кажется чем-то заоблачным, технологии масштабирования продолжают развиваться и становятся все лучше. Например, NVIDIA уже дошла до создания целых кадров силами только нейросети. Хорошо это или плохо, спорить можно долго, но одно можно сказать точно. FSR дает вторую жизнь старым видеокартам, позволяя их владельцам прикоснуться к современным играм. Жду вас в комментариях и в обсуждениях новостей в наших сообществах ВКонтакте и Телеграм, ссылочки в описании. Меня зовут Михаил Крошин, сеанс связи окончен. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok